Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. В продолжение долголетней жизни своей святой апостол Иоанн Богослов образовал многочисленных учеников, которые деятельно содействовали к распространению евангельского учения. Таких благовествователей, принявших учение о Христе непосредственно от апостолов, церковная история именует мужами апостольскими. Одним из известнейших между ними и просиявших во всем мире высокую христианскую жизнью и мученическую кончиную был один из любимых учеников святого апостола Иоанна Богослова, слушавший и других апостолов, святой Поликарп, епископ Смирнский. Первое воспитание свое получил он в Смирне, в доме одной благочестивой и богатой вдовы Каллисты, которая, не имея своих детей, приютила у себя этого осиротевшего отрока. Он оказался вполне достойным этого благодеяния, так как с самого детства был замечательно добр и благочестив. Каллиста полюбила его как сына, и когда он достиг совершеннолетия, то она поручила ему управление всем своим домом. Умирай же сделала его наследником всего своего имения. Но земные блага не привлекали к себе души юноши и не терпело сердце его, чтобы жить в изобилии, когда вокруг себя он встречал многочисленных бедняков, не имевших даже необходимого. Блаженный Поликарп немедленно употребил имение свое в пользу нуждающихся и сам предался строгому воздержанию среди занятий своих, состоявших в изучении Святого Писания, в молитве и служении больным и престарелым. Бывший тогда в Смирне епископ Вукол, поставленный самим учителем своим святым апостолом Иоанном, обратил внимание на этого благочестивого юношу, обращенного из язычества Поликарпа, что видно из следующих слов его позднейшего послания к филиппийцам «Тогда еще не знал я Бога, когда вы, наученные Павлом, познали его», епископ Вукол, видя его ревностную веру, поставил сначала клирикам, потом диаконам. Самые апостолы Павел и Иоанн Богослов, проповедовавшие тогда в Малой Азии, полюбили Поликарпа. Он был им учеником, подражателем их жизни, сообщником в трудах, сопровождая их во многие города Малой Азии и помогая распространять учения Христова. По воле святых апостолов, святой Вукол, по возвращении Поликарпа в Смирну, рукоположил его в священники. В этом сане он ревностно проповедовал народу, рассказывал слышанные им от возлюбленного ученика Господня Иоанна о жизни и чудесах Спасителя, объяснял закон, написал много посланий Церкви Христовой и с успехом обращал к Господу души язычников. По смерти епископа Смирнского Вукола, святой Поликарп, собеседник апостолов, рукоположен был на епископию Смирнской Церкви очевидцами и слугами Господа. Вскоре сделался он самым уважаемым епископом Малой Азии, а святой жизни его упоминает в посланиях своих друг его, святой Игнатий Богоносец. Подражая примеру Иоанна, апостола любви, Поликарп и в частной жизни своей, и в общественной деятельности отличался в особенности милосердием, благотворил даже врагам веры язычникам, которые поэтому почитали его. Словом и собственным примером и чудотворениями, утверждая в вере Христовой, святой Поликарп также ревностно охранял чистоту христианской веры, неутомимо преследуя ложные учения еретические. Впрочем, когда дело не касалось существенных основ веры, то тот же строгий охранитель истины остерегался и избегал нарушений мирных отношений с теми, кто различно от его мнений относился к некоторым несущественным сторонам предмета, сохраняя во всяком случае христианскую любовь и общение. Благодать Божия, видимо, пребывала на добродетельном служителе церкви Поликарпе. Силою ее совершал он многие чудотворения, которыми утверждал благовествуемую им веру. Таким образом исцелил он от беснования слугу начальника города, остановил в городе опустошительный пожар, прекратил без дожди. Сам был охраняем чудную силою Божию. Однажды, когда он путешествовал и остановился на ночной отдых в гостинице, то вдруг пробужден был видением ангела, который приказал ему немедленно покинуть гостиницу, и едва успел он выйти из нее, как она обрушилась. Многие годы мудро и благодатно епископствовал святой Поликарп в Смирнской церкви. В это время христиане подвергались частым преследованиям. Наконец, в 167 году, когда святитель достиг уже глубокой старости, возникло при императоре Марке Антонии новое, сильнейшее гонение на христиан в Малой Азии. Множество христиан умирало в страшных мучениях. Настало время мученического подвига, и для святоносного стал по Церкви Христовой святого Поликарпа. Озлобленные против него, как против могущественного проповедника веры Христовой, язычники, и в особенности иудеи, неотступно стали требовать, чтобы он был предан суду. Святитель не боялся смерти и с невозмутимым спокойствием ожидал, чтобы ему предстать исповедником Бога своего. Но христиане, для которых дорога была жизнь благого учителя их, убеждали его удалиться из города и приютиться в безопасном месте, пока не стихнет ожесточенный порыв язычников против христиан, пока не прекратится преследование. Святой Поликарп уступил желанию и мольбам паства своей и действительно укрылся в одном селении, имея в виду также и необходимость поддерживать в вере и терпении гонимых христиан. Проводя здесь большую часть времени в молитве, он однажды предупрежден был видением, что мученический конец его близок. Ему представилось, что изголовье его пылает огнем, и он спокойно сказал тогда бывшим при нем «Я буду сожжен за имя Господа Иисуса». Действительно, вскоре после этого видения убежище старца Поликарпа было открыто. Когда воины, посланные из Смирной, чтобы взять его, прибыли в селение, где он находился, то, сказав «Да будет воля Господа моего», святитель сам пошел к ним навстречу. Но воины поражены были величественным, неземным спокойствием старца и не осмелились наложить на него руки. Поликарп с кротостью обратился к ним, предложил им подкрепить себя пищей и попросил у них час времени для молитвы. Излив свою душу пред Господом и восприняв в благодатные дары молитвы, проповедник вышел к воинам, которые посадили его на осла и повезли в Смирну. Едва вступил святой Поликарп в амфитеатр, как сам он и предстоявшие услышали голос с неба «Мужайся, Поликарп!» Проконсул потребовал, чтобы Поликарп отрекся от Христа и произнес хулу на него. «Восемьдесят шесть лет служу я Христу», — отвечал старец, — «и он ничем не оскорбил меня. Как могу я хулить царя моего, который меня спас?» «У меня есть звери», — сказал Проконсул, — «если ты не образумишься, то я велю бросить тебя на съедение им». «Делай, что хочешь», — отвечал Поликарп. «Я все-таки не променяю добрых мыслей на худые. Ты не боишься зверей? Тогда я предам тебя огню». «Ты грозишь мне огнем угасающим, а сам не ведаешь, что есть огонь неугасимый для неверующих и совершающих беззаконие». Судья велел провозгласить «Поликарп — христианин», и тогда язычники и иудеи стали с яростью требовать его казни, крича «Это развратитель всей Азии, отец христиан, истребитель наших богов, да будет он сожжен». И поспешно стали собирать хворост и разводить костер. В это время мучители готовили железо и гвозди, чтобы приковать к костру святителя, но Поликарп сказал им «Оставьте меня. Тот, кто дает мне силу терпеть огонь, даст силу быть на костре и без гвоздей неподвижным». Взойдя на костер, святой Поликарп устремил взор свой на небо и громогласно воскликнул «Отец возлюбленного и припрославленного сына Твоего», через которого мы получили познание о Тебе. За все хвалю Тебя, благословляю Тебя вместе с вечным и пренебесным Иисусом Христом, возлюбленным Твоим Сыном, с Которым Тебе и Святому Духу, слава и ныне, и в будущие веки. Аминь. Между тем, как молитвы праведника, стоящего среди пламени, возносятся к Богу, как бы в знамении божественного отзыва на молитву Его, совершается чудо. Пламя, воздымаясь все выше и выше, образует над молящимся подобие свода, не касаясь тела Его. Предавший тело Свою огню, но возносящийся всею душой Своею к Богу, стоит невредим. Но разве могут видеть слепые? Разве могут быть тронуты ожесточенные сердца? Дивное совершается, но не поражает, не трогает неведающих Бога, только смущает и раздражает их. Толпа вопиет, чтобы палач оружием своим сквозь пламень пронзил сердце исповедника. И вот длинное копье пронзает святое тело Его. Обильно хлынула мученическая кровь, так обильно, что залила костер. Чудным образом залито, погашено разгоревшееся пламя, но ничему не угасить разгоревшиеся ненависти людей, в сердце которых нет истинного Бога живого. Иудеи просят судью, чтобы он велел сжечь пораженное убийственным копьем тело мученика, а не бояться, чтобы христиане не почтили Его, как Бога. Не знают они, иудеи и язычники, что мы не можем отступить от Христа, пострадавшего за спасение всех, и поклоняться кому-либо другому. Так пишут очевидцы страданий святого Поликарпа в письме их ко всем церквам. Ему мы поклоняемся, как Сыну Божию, а мучеников достойно любим, как учеников и подражателей Господа. Любим за их неизменную приверженность к своему царю и учителю. Сотник же, по повелению судьи, сжег тело Поликарпа, продолжают письмо свое смирнские христиане. Мы же собрали от пепла кости Его и схоронили в чистом месте, где будем с весельем праздновать день Его страданий в память тех, которые пострадали за Христа, и в укреплении тем, которые такой уже смертью будут исповедовать и прославлять Христа, истинного Бога нашего. Сие посылаем вам через брата Марка. Когда прочтете, то доставьте сие послание прочим братьям, да и они прославят Бога, показавшего нам такого верного избранника, и могущего и нас исполнить Своей благодатью и ввести в вечное царство Своё Сыном Своим, Единородным Иисусом Христом, Ему же слава и честь и царство и величество вовеки. После святого епископа Поликарпа сохранилось послание его к филадельфийцам и предсмертная молитва, записанная свидетелями мученичества его. В послании Своём он убеждает христиан усовершаться в вере в Того, Которому всё покорно, Которому всё дышащее служит, Который придёт судить живых и мёртвых. Убеждает их к твёрдости и терпению, примером Того, Который всё претерпел за нас, чтобы нам жить в Нём и примером исповедников веры. Молитвами священного мученика Поликарпа и епископа Смирнского Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok